К строительству Байкало-Амурской магистрали снова привлекут заключенных. Так решили в правительстве. Федеральная служба исполнения наказаний с энтузиазмом поддержала эту идею. При Кремлевском карлике продолжается история гигантской стройки, погубившей десятки тысяч жизней и абсолютно бессмысленной в экономическом и военном плане. Байкало-Амурская магистраль имеет долгую и несчастливую историю. Еще в июле-сентябре 1889 года экспедиция полковника генерального штаба Николая Волошинова прошла тысячекилометровый маршрут от Усть-Кута до реки Муи, как раз по тем местам, где сейчас пролегает трасса Бама, и пришла к однозначному выводу. Проведение линии по этому направлению оказывается, безусловно, невозможным в силу одних технических затруднений, не говоря уже о других соображениях. Волошинов понимал, что огромные затраты на строительство не имеют никаких шансов окупиться в обозримом будущем. Вместо Бама был построен Транссиб, трасса которого проходила по более обжитым местам, благодаря чему он стоил дешевле. К идее строительства Бама вернулись уже после революции. В 1926 году отдельный корпус железнодорожных войск РККА начал проводить топографическую разведку будущей трассы Бама. Это говорит о том, что магистраль собирались строить прежде всего в военных целях. У советского военного руководства была идея фикс, что неприятель в лице китайцев или японцев сможет вывести из строя Транссибирскую магистраль посредством ряда диверсий, например, взорвав тоннели на Кругобайкальской железной дороге, не говоря уже о возможном захвате части территории, по которой проходит Транссиб. При этом Бам должен был пройти в 700 тысяч километрах от государственной границы. И было совершенно непонятно, каким образом перебрасывать направляемые по Баму подкрепления в район границы, где должен был проходить фронт в случае войны. Но такими мелочами в оборонном ведомстве не заморачивались. 13 апреля 1932 года вышло постановление СНК СССР о строительстве Байкало-Амурской железной дороги, после чего начались изыскательские работы и строительство. 25 октября того же года постановлением СНК СССР строительство Бама было передано Особому управлению ОГПУ, а главной составляющей рабочей силы, помимо бойцов железнодорожных войск, стали заключенные. Бам строили под лозунгом «Освоение природных богатств Сибири и Дальнего Востока». Однако как раз в 1932 году была введена паспортная система для жителей городов. Крестьяне же намертво были прикреплены к колхозам, да и без паспортов в условиях отсутствия частной собственности на землю и свободного предпринимательства. Ехать в глухую тайгу охотников не находилось. Поэтому осваивали Сибирь и Дальний Восток главным образом заключенные и ссыльно-поселенцы. Бам же строили заключенные Байкало-Амурского ИТЛ – Бам-Лага. На 1 апреля 1933 года количество заключенных превысило 16 тысяч человек. Через год оно уже составляло 85,5 тысяч, а весной 1934 года – более 160 тысяч человек. Однако в том же 1934 году основную часть рабочей силы перебросили с Бама на сооружение вторых путей Транссиба на участке от Сковородина до Хабаровска. Это было связано с японской оккупацией Манчжурии. Советское правительство озаботилось возможностью скорейшей переброски войск на Дальний Восток. Намечалось также строительство трех соединительных линий от Транссиба к будущей трассе Бама – Бам-Тында, Волочаевка-Комсомольск-на-Амуре и Звездковая – Ургал. Но они остались по большей части на бумаге. Была построена только ветка разъезда – Бам на Транссибе, поселок Тындинский, станция Звездковая на Транссибе – Ургал. В 1937 году было определено общее направление трассы Бама – Тайшет, Братск, Северная оконечность Байкала, Тындинский, Уст-Ниман, Комсомольск-на-Амуре, Советская гавань. При этом участок между Тындой и Нижнеангарском не был даже спроектирован, поскольку не существовало карт этой местности. В мае 1938 года Бам-Лаг был расформирован, и на его базе было создано шесть железнодорожных исправительно-трудовых лагерей – Амурский, Южный, Западный, Восточный, Юго-Восточный и Бурейский – для строительства западной ветки Бама – Тайшет, Советская гавань. Общее число заключенных в системе Бам-Лага составляло в 1938 году более 200 тысяч человек, а в 1939 году более 290 тысяч. Писатель Сергей Воронин, отбывавший срок в 1934-35 годах в Урульге во втором отделении Бам-Лага вспоминал, две главные движущие силы были в этом большом строительстве – стремление на волю и горбушка. Здесь как нигде проводился железный закон «Кто не работает, тот не ест». Когда строительство не укладывалось в сроки, администрация лагеря немедленно увеличивала рабочий день. Работали по 16, а то и по 18 часов. Не успевали обсыхать, подымали среди ночи на разгрузку, и невыспавшиеся зэки шли на стройки. У многих появилась куриная слепота, то есть люди с наступлением вечера переставали видеть. Все больше оставалось больных в бараке. Простуда, ревматизм, малярия. Число заключенных погибших на строительстве Бама точно неизвестно, но оно наверняка исчислялось десятками тысяч человек. Работающие получали в день от 500 граммов до килограмма хлеба и суп из соленой или мороженой рыбы, иногда капусты. Не работающие – 300 граммов хлеба, без супа. Столь скудный паек приводил к массовым смертям от голода и цинги. А еще заключенных расстреливали. Особенно активно в 37-38 годах. Только за 7 дней августа 37 года в системе Бамлага было расстреляно 837 человек. 30 января 1941 года по приказу главы НКВД Лаврентия Берии работы на северных участках Бама были прекращены. Шла подготовка к войне с Германией. И на этом фоне Бам уже воспринимался ненужным баловством, каковым он в сущности и был. После начала Великой Отечественной войны все работы на трассе Бама были остановлены. А с построенного к этому времени участка Бам-Тында были сняты звенья пути и мостовые фермы для строительства железнодорожной линии Сталинград-Саратов-Сызрань-Ульяновск. В июне 1947 года продолжилось в основном силами заключенных Амурлага строительство восточного участка Комсомольск-на-Амуре Ургал. Но в апреле 1953 года Берия, снова ставший главой МВД, закрыл лагерь и стройку, как нерентабельную и бесполезную. В 1958 году был сдан в эксплуатацию участок Тайшет-Братск-Уськут-Лена. В связи со значительным ухудшением советско-китайских отношений проект Бама обрел вторую жизнь. 24 марта 1967 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о возобновлении проектно-изыскательских работ на его трассе. А в июле 1974 года, уже после советско-китайских пограничных инцидентов постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, были выделены необходимые средства для строительства железной дороги первой категории Усть-Кут-Лена-Комсомольск-на-Амуре протяжностью более 3000 км, второго пути Тайше-Тусть-Кут 680 км, а также линии Бам-Тында и Тында-Беркакит около 400 км. Ранее в апреле 1974 года на 17 съезде в ЛКСМ Бам был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В рамках комсомольской мобилизации туда были направлены десятки тысяч строителей. Но основную роль на этот раз играли железнодорожные войска, тогда как труд заключенных использовался гораздо меньше, чем в 30-е годы. 1 октября 1984 года на станции Куанда было торжественно уложено «Золотое звено», соединявшее западные и восточные участки Бама. Но самый длинный в России североамурский тоннель, более 15 км, строительство которого началось в мае 1977 года, был пробит до конца только в марте 2001 года и сдан в постоянную эксплуатацию в декабре 2003 года. Из-за низкого качества строительство пропускная способность Бама оказалась очень низкой. На самом деле Бам с самого начала не имел никакого экономического значения. Вплоть до начала Первой мировой войны Транссиб был загружен не более чем на половину своей пропускной способности. В советское время ситуация не изменилась. Транссиб оказался полностью загружен. Единственный раз весной и летом 1945 года, когда СССР готовился к войне с Японией. И тем более мертвыми оставались построенные участки Бама. Сегодня у Байкало-Амурской магистрали еще более мрачные перспективы. В условиях, когда продолжается отток населения с Дальнего Востока и Сибири в европейскую часть России, возить по Баму нечего. Военного же значения эта магистраль теперь уже не имеет. Ведь любая большая российско-китайская война неизбежно будет войной ядерной и в ней Бам никакой роли играть не сможет. Получается, что народные средства были потрачены зря. Не говоря уже о погубленных жизнях. Тем не менее, после 2014 года возобновились работы по увеличению пропускной способности Бама и строительству вторых путей. По словам кремлевского Самодура, с середины 2000-х годов стало очевидным, что Бам в высшей степени востребован и его уже не хватает. И в 2019 году началось строительство второго североамурского тоннеля. Но в настоящее время проект реконструкции Бама может служить только средством распила бюджетных денег. И как в 30-е годы его опять собираются строить силами солдат и заключенных. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Субтитры создавал DimaTorzok